всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре изуму японский линкор 9 уровня прокачиваемая ветка я его достаточно таки быстро прокачал с помощью особых флажных сигналов но тем не менее настреливать на нем соточку и даже больше соточки было такое не раз и достаточно я бы сказал что это достаточно таки легко сделать хотя многие мои соклановцы и другие товарищи знакомые говорили что он как бы не очень поэтому мнение возможно быть разные но у меня он очень таки хорошо заходит поскольку стрельба на дальней дистанции то есть на дистанции 19 и 18 километров крайне точные пробития тоже достаточно такие хорошие поскольку вынимает цитадели даже из линкоров но не всегда конечно же но крейсера по морда сам получает очень хорошо и очень часто единственный минус в том что он горит горит очень сильно и по его у него очень таки слабая но в других характеристиках он достаточно таки хорошего в основном это на артиллерии пройдемся по перкам насчет перков первое что я взял это же конечно же приоритетная цель чтобы знать сколько нас противника выдержит в прицеле меня второй это мастер-новодчик поскольку это линкор и для него это крайне важно вертеть башнями третьим перком взял основы борьбы за живучесть которая уменьшает время пожара и затопления на 15 процентов ну и четвертым соответственно противопожарная подготовка так как я уже говорил что он очень сильно горит после взяла отчаянный потом взял супер интенданта дабы увеличить количество хилок ну и взял перк на пво усиленная огневая подготовка по модернизациям взял стандартные основу борьбы основу основное вооружение модификация 1 во втором это система борьбы за живучесть поскольку пожар и затопление на линкорах нередкое явление в третьем слоте взял систему наведения поскольку основное основное вооружение линкора это главный калибр и точность крайне важно взяла рулевые машины в четвертом слоте но возможно для кого-то будет и более правильным или же эффективным это взять систему борьбы за живучесть модификации 2 которая будет хорошо работать с перком основы борьбы за живучесть в пятом слоте взял систему маскировки поскольку в россии не снарядов по линкору будет больше и попадать по нам будут соответственно меньше что немножко поднимает нашу живучесть шестом слоте я не брал ничего поскольку дальности мне здесь хватает с учетом того что я даже не прокачивал артиллерийской систему артиллерии дабы увеличить дальность то есть у меня стоит стоковая дальность и мне ее хватает на скорострельность то есть орудия главного калибра то есть я тоже не брал поскольку скорость поворота башни упадет а мне это ну скажем так неприятно поэтому тут я не брал ничего и плюс к тому же кораблик этот будет проходняком у меня и соответственно играть я на нем больше не буду поэтому тратить 3 миллиона ценного серебра мне как бы нет особого смысла но если все-таки вы будете брать то берите орудие главного калибра дабы увеличить скорострельность поскольку дистанции здесь и так хватает за глаза плюс есть еще корректировщик по поводу боя попали мы на карту два брата соответственно что нам тут остается делать ну сильно реализовать всю артиллерию нас не получится но тем не менее мы уже схлопнули двоих набили цитадели и нас к сожалению здесь контрит эсминец благо есть нас рлс крейсер но все-таки он не панацея поскольку это рига и действие рлс к там всего лишь 15 секунд но и скорострельность там тоже не выдающийся тоже стоковых это 15 секунд поэтому хватит ровно на один залп нас выжигает флинт и поэтому выходить сильно подставляться не стоит поскольку придут торпеды от эсминца и также флинт будет нас выжигать поскольку скорострельность там а достаточно высокая и он стоит в дымах и ему мы сделать принципе ничего не можем сожалению рлс уже поражали и я в этот момент был за островом поэтому не мог никого атаковать но в целом будем стоять здесь танковать до конца поскольку мы на передовой и сзади нас стоит только мусаси а которая так же самое стоит как и мы и танкует но соответственно если мы выйдем вперед это весь фокус упадет на нас поэтому нужно мансить и причем аккуратно то есть сильно не подставляться вот сейчас рига сделал такую ошибку пошла вперед и соответственно фокус весь переключился на него что будет для него плачевно поскольку стадель огромная здесь есть линкоры которые такие ждут чтобы кого-нибудь насадить на стаде в цитадель ему здесь дохренище линкору если вы посмотрите на карту то здесь кроме айовы есть еще как минимум два линкора на которые также сама но вот как я и говорил то есть бронебойки полетели и и рига отправляется в порт флинт у него я насколько я знаю есть 9 километровые торпеды поэтому тоже сильно лезть вперед мы не будем скорее всего что он их уже скинул будем настреливать поскольку это семерка аля картонию мы его пробьем и скорее всего даже можем пробить их цитадель нам на собрать его в принципе крайне легко если бы то было конечно же вустер или там еще какой-нибудь возможно это было при проблема но флинт это не проблема поэтому сейчас фокусируем все внимание на нем и соответственно как я и говорил отправляем парни порт но все же какие-то дальнейшие наши действия на этом фланге могут быть весьма опасны поскольку здесь осталось как минимум три линкора и возможно к ним подошел 4 там терпиц по моему подходил и у них есть и сменить я понимаю что долго здесь я в любом случае не простаю поскольку рано или поздно они нас продавят либо же просто из минсана меня спикирует и заберет на торпедах решаю отходить не очередь циркулировать за островом и отходить вот кстати подошел терпиц со своим пмк и нас просвечивает гапом скорее всего за островом стоит эсминец и нас гапует поэтому противники поняли что у нас уже здесь осталось мало и начинает нас просто тупо давить терпится также обладает двумя четыре трудными торпедами аппаратами с каждого борта то есть справа или слева он может скинуть на нас четыре торпеды это не считая эсминца поэтому надо отходить в любом случае муся нас скорее всего немножечко поддержит я планирую отойти за вот этот вот остров прямо передо мной за ним завернуть и начинать отступать к нашей базе это все что я могу сделать в этом бою если кто-то будет проходить как я предполагаю что с той стороны скажу так левее и за кормой от меня я буду стрелять и соответственно в него да здесь идет советский союз поэтому стрелять я буду в него поскольку артиллерий у нас достаточно хорошая 410 миллиметров и пробитие тоже есть хорошие и альфа фугас барр бронебоек и фугасов достаточно высоко поэтому можно и так и так стрелять по противнику работы я конечно же чаще всего на бронебойках поскольку они реально хороши особенно против крейсеров но вот муся которая стояла и и забирают возможно он подставился то есть чуть-чуть подвернул борт и ему начали просаживать но я вижу что к нам идет бортом советский союз и нельзя упускать такую возможность то есть просадить его прямо в цитадель терпец весьма серьезный противника в плане того что он подошел слишком близко на дистанцию работы пмк и будет нас то есть постепенно потихоньку разбирать все что я могу в этом бою сделать это отходить и настреливать к сожалению я здесь остался один и против четверых как минимум 4 противников ну двое это реально которые держат меня в прицеле которые по мне стреляют но к нему подключиться еще другие линкоры то есть та же самая недобитая айова поэтому нужно отходить и пытаться что-то настреливать возможно так я оттянул время и смогу настрелять немножко больше чем мои союзники но слив остановить здесь мне кажется уже не получится поскольку меня добивают дожигают я догораю но тем не менее настрелял я достаточно таки много цитаделей фрагов и количество урона линкор мне понравился в общем скоро выключу ямато и наверное сделаю обзор по нему всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всем спасибо всем пока и и и и и